И хей, всем доброго, с вами Лёха, и добро пожаловать в Пони Айленд, а мы продолжаем искать билетики, ну что ж, приступим. И вот же первый билетик находится в этом главном меню, мы нажимаем на вот эту голову слева, поняше, и в итоге получаем билетик, вуаля! Ну что ж, ребята, вот ещё один билетик находится вот в этом меню, вот здесь, нажимаем, получаем билетик. Итак, а вот ещё один билетик, и чтобы его получить, нам нужно пробежать вот этот уровень, не убивая вот этого парня, который стреляет над звёздочками, всё очень просто. Билетик! А сейчас я вам расскажу, как получить одну из ачивок, а точнее, ряд ачивок, которые приведут к одной главной. Как же нам получить эту ачивку? Всё очень просто, первую мы получали, когда вводили паспорт Бабхамёт в самом начале игры, вот здесь. Теперь-то нам нужно задать один из трёх вопросов, всё очень просто, каждый вопрос даёт ачивку, всего ачивок таких 4, 3 ачивки за задание вопросов, и последняя ачивка за задание всех вопросов, то есть самое главное не забыть, какой вопрос где вы задавали. Поэтому здесь это первое место, где мы можем задать вопрос, дальше я покажу места, где вы можете задать вопрос и ещё, чтобы получить следующие ачивки. Итак, ребята, вот и второе место для получения нашей большой ачивки, оно находится в адвенчу моде, когда мы проходим там какую-то пустыню, я не знаю. Здесь вверху есть квадратик, мы переходим на него, потом ещё раз переходим, проходим несложный уровень. Теперь нам осталось подняться выше, зайти в вот эту вот пещеру и ввести новый пароль, который я ввожу в визион, в вижен. После чего мы задаём ещё один вопрос и получаем ещё одну ачивку. Ну что ж, перейдём к следующему месту. А вот и третье, последнее место для получения ачивки. Здесь мы должны решить несложную головоломку и нужно сделать так, чтобы синяя бабочка попала на вот этот фиолетовый глющичий цветочек. Приступим. Мы снова вводим пароль в вижен и задаём ещё один вопрос, после чего нам дают последнюю ачивку и самую главную в нашу ачивку, к которой мы стремились. Ну что ж, ребята, я надеюсь, здесь всё было нормально, идём дальше. А вот ачивка, забытая мной, её нереально получить за первое прохождение, поэтому мне пришлось перепроходить игру второй раз. И что же нам нужно здесь делать? Мы заходим в Corrupted Profile, здесь мы вводим пароль IMR, что даёт нам ачивку... Точнее, не ачивку, ачивку, а отсылку к игре The Binding of Isaac, кто знает, тот обрадуется. Итак, чтобы получить следующий билет, нам нужно собрать комбинацию 3, 2, 1, 4. Внизу слева написана комбинация на экране, я показал, как это сделать. Ну что ж, ребята, а теперь серия билетов из разных игр по New Island. Первая игра, это текстовая версия игры. Здесь всё просто. Сначала мы заходим, печатаем Continuum, после чего мы печатаем Options, а потом мы печатаем Free Ticket в опциях, потому что там есть такой раздел, и получаем наш желаемый билет. И следующий билет находится в следующей игре под названием Devil Island. Здесь всё просто. В самом главном меню, в самом начале, мы должны нажать на... Не нажать, а навести курсор на голову одного из поняж, или что это такое, и подождать, пока экран заполнится красным, и мы получим ещё один билет. И вот он наш последний билет, который находится в версии игры 3D Pony Island. Чтобы его получить, нам нужно нажать на левую голову поняши, после чего провернуть квадрат и получить вот этот вот билетик, который открывает секретную концовку. А как её пройти, я вам покажу сейчас. В секретной концовке мы должны победить, конечно же, босса, который типа очень-очень крутой, и здесь будет три фазы. Вот это первая фаза, где нам просто нужно из стороны в сторону прыгать, распрыгиваться, отходить-отходить, и мальчить его, естественно, лазером, чтобы победить. При каждом попадании по вам своим патронами, или зарядами, или что это вообще такое, он прибавляет себе жизни, поэтому не стоит попадаться ему под пули, или по что-то. А вот его вторая фаза, которая нам напомнила игру Pony Galaxy. Здесь у него есть два вида атаки. Одна атака, это стандарт, он выпускает таких маленьких, где валят, где волхожих на корабль, которые пытаются вас уничтожить. Естественно, нам нужно просто в них стрелять. Второй вид атаки, это такие чёрные дыры, и чтобы не попадаться в эти чёрные дыры, нам нужно просто летать из стороны в сторону, когда он их начинает пропускать. Он, в принципе, заметно, он стоит на месте, и такой оп, и всё, да, я не знаю, как это объяснить просто. А вот и последняя фаза, а именно третья фаза, где мы сражаемся с ним над первого лица. Здесь у него всё так же два вида атаки. Первое, это преграды, а второе, это ниоткуда вылетающие демоны, которых нам придётся отстреливать. Ну, в общем, после победы над ним вы получаете концовку, а именно он просто скажет, что это всё, игра пройдена, можешь закрывать её серьёзно, это так, не... Ну, в общем, это всё, что я узнал, и всё, что я смог получить в этой игре. По-моему, я собрал все ачивки, и если вам помогло моё видео, я надеюсь, что оно вам помогло, и оно было интересным, тогда, может, вы подпишитесь на мой канал, я буду этому очень рад. Поставите лайки на это видео, или дизлайки, смотря от того, как... что оно вам дало, я не знаю. И оставляйте комментарии, это очень-очень важно. Также не забывайте делиться видео, предлагайте игры, которые можно пройти, чтобы получить все ачивки и все дела. В общем, всем спасибо, всем пока, до следующего выпуска.